Привет прогрессивный народ и дистинственный следователь обзор D-Link роутер-уштизатора 825 DIR AC. Бывает еще без антенок, это которые с антенками, но антенки несъемные, это мне и не понравилось. Стандарт N естественно поддерживает два диапазона AC полноценный до 1200, проводная сеть 1 гигабит, это все хорошо, антенны усилением, почему-то на сайте DNS написано 2 децибела, нет, это не 2 децибела, тут 3 похоже, сейчас посмотрим специально на сайте D-Link, вот магазины такие безмозглые, 5 децибел, да, я думал 3 или 5, 5, неплохо, сигнал хорошо передает, лучше чем мой Apple этот придурочный, 700, такой он тоже 25, вот такой вот дизайн, матовая поверхность здесь блестящая, диодики прикольные, такие маленькие, симпатичные, пятерочку ставлю, вентиляция здесь сбоку, здесь вентиляция, здесь кнопка ВПС, здесь USB, немножко все в кучу слеплено, сейчас в прогрессивных роторах разносят антенну на бок, даже до линк еще не дошло, антенны нормально держатся, у зикселя болтается в таких положениях, они не съемные, антенны это очень плохо по мне, поэтому я его издам, но большинству народу, если какие-то средние запросы, этого и хватит, фиксируется четко, он такой небольшой размер, симпатичный, единственное наклейка карантинная, мне понравилось, что здесь места никто так не делает, наклеили бы где-то снизу ее, грунта какая-то, значок придурочной сертификации EOS, который ничего не дает, был же RST, зачем EOS, работает хорошо, я подключался к беспроводу, по проводу, пинг маленький, по проводу, тоже все хорошо, покрытие, зона стандартная, потому что стандартная мощность передатчика, чувствительность, но я его не подключал мостом, поэтому чувствительность ничего не могу сказать, ловится хорошо, они хуже зикселя, даже чуть на граммульку лучше, по дальности и качество передачи сигнала, все в порядке, но мне он не подошел просто, потому что антенны несъемные, но это я видел с самого начала, просто хотел бы тестировать его немножко, вот, питание, блок питания вроде неплохой, на какой-то большой, мне кажется, большой ласт какой-то, угловатый немножко, так похож на нормальный блок питания, и мне что не понравилось, что я поискал в прошивке, создает только две сети, диапазон 2 и 4 и 5 гигагерц, гостевых сетей нету, я хотел гостевые сделать, сейчас в любом уже простеньком зикселе было, даже гостевая, хотя без настроек полосы пропускания, поэтому толку нету в этом зикселе простеньким, потому что какой-то гость может весь канал забить, прошивка, все остальное кроме настройки сетей, я все хорошо, так что кому эти вот параметры, которые мне не понравились, не нужны, будет просто на пятерочку, роутер стоит совсем недорого, там 3, 3 500, просто отличная пятерочка, но кому важны параметры, какие-то дополнительные настройки беспроводной сети, не подойдет, почему D-Link сильно урезал, ну наверно, чтобы другие продавать, другие я не брал тестировать, хотя бы гостевые сети бы создавал, ну вот, а так, прилично, там на русский язык переведено по сравнению с D-Link, которого там на английском было и карельненькое меню, хороший, хороший роутер, можете его покупать, не получше, чем вот этот вот Apple, который я ругал, тестировал, он просто корявина, там все корявое, но сейчас не будем о нем, просто действительно D-Link, нормальный бренд, не идеальный, конечно, как адаптер маленький для IFC, я тестировал 182, там точку доступа он не может создавать, ну это фигня какая-то, ну что за урезанный функционал, а здесь, кстати, тоже урезанный функционал, особенность D-Link так и образуется, но для такого простого потребителя бытового это просто идеально будет, идеальная штука, так что сами смотрите по своим запросам, все основные параметры я описал, конкретно уже тесты показывать не буду, они и без меня есть, я потестировал в быстром режиме, всем спасибо, пока, это был Син исследователь, обзор роутера D-Link 825 AC, пока!